Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 1 февраля 2018 года, блогер из Перми, бывший сотрудник КГБ, следственный работник Бессонов Алексей Борисович. Ну вот, прошел фильм по экранам, называется «Икра». Кстати, неплохой такой фильм. Прокуратура расследовала рыбное дело в конце 70-х и финал его следователя. И это все проходил, все это я проходил и так далее. И сегодня объявили приговор Белых Никите Юрьевичу, губернатором Кировской области, 8 лет. Ну так и должны были дать. Там санкции с 8 до 15 дали, по нижней планке санкции нормально дали. Я его лично знал, нормальный парень. Общались с ним, достаточно приятный. Но проблема в другом. Проблема в том, что у него уже диабет, и пройти это все очень будет непросто ему. Там постоянные заболевания все, потому что это связано. Так вот, я хочу сказать, я знал его брата. Когда я с руководством ФСБ ругался, я уже приехал сюда, после психушки московской. Ну, вы знаете, кто меня смотрится. Я заявил, что руководство ФСБ организовало покушение на убийство, разбой, решая хозяйственные вопросы. И меня, чтобы на мои жалобы не реагировать, положили в психушку. Там сильно так были. Там ребенок инвалидом остался, пострадал. Они все это организовали. Так вот, и я отсюда уже приехал в перемис, но начал писать. Я прошел здесь повторную комиссию ВВК. Она признала меня угодно. То есть диагноз надо мне психопатию поставить. Я пишу генеральному прокуратуру, что как же так? Вот диагноз повторный пройден и все. И так далее. Что руководство ФСБ станет этом. Оно втянуло психиатров. Оно на то, что организовало преступления. То есть дальше беззаконие продолжается. Порождает одно беззаконие, порождает другое. Психиатров смотрят и людей заставляют давать нужные показания, придумывают диагнозы. Вот говорю, повторный диагноз пройденный. И, в общем-то, им ничего не оставалось, как провести мне третью экспертизу. Психиатрическую, потому что иначе надо было садиться в тюрьму. А там статьи не шуточные. И покушение на убийство, и разбой, и там, и мошенник, ой, там, вообще, если там расследовать, то все руководство сделало бы раскамье подсудимых. Конечно, никто этого не допустит, этого не может быть. Но, тем не менее, я вот с открытым забравом попер. Вы знаете, я отличался и в молодости. Не хочется верить, что сейчас. Сейчас бы, конечно, я не стал с этим делом свернуться, потому что... Но в молодости я отличался пофигизмом. Любил баб, любил выпить. И мне было пофиг, понимаешь. Денетор ФСБ, там, БББ, прокурор. Мне покер было. Я как так шел на них. Совершили преступление и пошли вы нахуй. Я пишу. Ну, дело даже не в этом. И вот они возбудили дело у колонного пения. Шади меня. По статье клевета. Возбудил тогда зампрокурора области. А я уже не был специальным субъектом. Уже был обычным юристом. Создали следственную группу из пяти следователей по своим делам местного. Местная прокуратура. Тогда следствие при прокуратуре было. Ну, то есть, им нужно было одно. Провести экспертизу повторную мне. Признать меня. Диагноз тот, чтобы не нести ответственность с ними. И от меня вызывает брат Никиты Белых. Он тогда работал чайником следствия. Он говорит, вы знаете, мы знаем, что в ваших действиях нет состава преступления. Я говорю, знаете о чушу. Прекращайте. Он говорит, ну, вы поймите, я не могу. Повзбудил, говорит, генеральный прокурор. Жалова пришла с генпрокуратуры на вас. И вам надо, говорит, было самим разбираться там с ФСБ, со своими скандалами. А я ему говорю, так про себя думаю. Думаю, ну, в принципе, он тоже нормально. Может, он подневолен. Но дело не в этом. Я так про себя думаю. Ну, вот, ладно. Я выпутаюсь. Я еще не из таких вариантов выходил. Я, так сказать, знаешь, одна баба говорила мне, ну, тебе, где сядешь, там и слезешь. Я говорю, ну, вот, я так думаю, не дай бог кто-то из ваших близких родственников окажется в такой ситуации. И вы столкнетесь с полной беззаконной. Я-то, ладно, я-то сам иду на эту систему. И мне они предлагали, предлагают все. Только не ругайся с нами. Почему руководство ФСБ предлагает? Не кто-то там какие-то там, а действительно, так сказать, самая влиятельная структура. Они мне предлагают, не ругайся, забудь, мы тебе все вернем. Все, все. То есть, только не пиши. Все забудь. Все, все. Признаем, что ошиблись. Вернем и выслугую. Все, все. Ну, я не тогда уперся. Сказал, нет. Я принял решение. Вы это дело организовали. Ребенок пострадал. Давайте, я глаза девочки это вижу до сих пор. Ну, сейчас уже не так, вот раньше снилось. То есть, она вот, когда они стрелять начали, они шли семью-то это убивать. Она даже не плакала. Она просто села на корточке и начала писать. Представьте, вот ребенок, стрельба идет, пальба такая. А ребенок, она не кричит. Самое страшное, что она не кричит. Я тут на нее повалился, чтобы ее, не стрелять начали от меня, чтобы ее закрыть телом. Как ее не раздавило. Она ей три годика была на маханьке. Я такая, я что-то, крепкий был парень. Я на нее таким с одного конца комнаты на другой бросился, чтобы закрыть ее. Под себя ее подминаю такой. А я еще у меня по поверху подминаю ее под себя, чтобы загнули, и пуля пришла мне там. Но дело не в этом. И вот я ему говорю, так подумал. Ну, так вот, столкнуться, не дай бог, твоя семья. Вот тогда мы с тобой поговорим. Нет, я никого не злорадства, ничего. Потому что, ну, что тут злорадства, это трагедия. Что, у меня личное отношение к Никите Белых нет. Никаке, нормальный человек у нас совершенно. Тогда все бывает. Но факт то, что вот сейчас его семья, одного брата столкнулась с этим беззаконием, с этой всей машиной. Ну, это, конечно, тяжело вообще пройти. Тем более, я тоже думал, что там все это без подставы не обошлось. Потому что не такой, что он глупый, чтобы взятки брать наличкой в кафе, понимаете? Все равно, тогда это не так все делается. Целая система, целая схема отработана. Но, тем не менее, ладно. Так вот, 8 лет. Ну, что, я хочу сказать, что это очень тяжелый срок ему будет. И почему? Потому что, ну, еще раз, у него связано не то, что он там нормальный парень, он, ну, диабет. И не факт, что это, не дай бог, конечно, это кому-то. С диабетом оказаться в местах чжения свободы. Это что-то питание должно быть постоянно. И так далее. То есть, я думаю, что тяжело ему в этом плане. Ну, видно, что он лучше сдал, переживает. Ну, еще будет. Поэтому вот, 8 лет. Так что, ну, к сожалению, такая страна. Такая страна. И никто здесь не застрахован ни от чего. Ну, я-то ладно. Смотрит отдельный случай. Потому что я сам лез на это. На руководство ФСБ. Сам пытался их посадить. И так далее. Вы законны. Конечно, наивно. Потому что, ну, какая законность в стране, где государственные перевороты происходят. Тем более руководство ФСБ. А тем не менее, я лез. И ни сухой не жалею. И хочу сказать, что, если бы заново судьбу переиграть, а мне предлагали все. Вы представляете? Все предлагали. Ну, квартира была в Москве уже. Все. Ну, потому что я их понимаю, что. Они же видели. Им тоже понятно, что. Работой служить должны быть специалисты, способные держать удары. Способные держать. И они вокруг меня бегали, умоляли. Не пиши. Все забудем. Все переиграем. Обратную комиссию создадим. Все. Ну, я говорю, нет. Ребята, девочку я вам не прощу. Все равно вы будете. Но, тем не менее, я достойно все это прошел. Они меня запомнили на всю жизнь. Как мы с ними там ругали. Ругались. Все. А как? Ну, что? Все в рамках законов. Вы совершили. Вы организовали. Тем более, они же действительно шли убивать эту семью. Они сказали, если вы селишь чеченцу, если вы селишь сотруднику, квартира твоя. Они прекрасно знали, как он будет заселять, что у него выйдет на бандитов, что они убивать пойдут. Там в Москве до убийства в Сибирьке. Я говорю, 90-е годы. А я говорю, нет, ребята. Если бы не я был, их там в Сибирьбу убили. А я случайно пошел подмениться, пошел помыться. Они увидели, что они тоже удивили, что я не стали убивать, что я был действующий сотрудник. Тогда бы дело было на контроле у меня директора ФСБ. И тогда бы совершенно другой резонанс был. Они испугались бы. А так бы они семью убили просто все. Девочку эту. А мы с ней подружились. Она у Камилы девчонка была. И она сейчас уже, насколько ей сейчас уже, наверное, лет по 30 уже, по 28. Она даже не знает, какие там страсти разыгрывались. Из-за этой девочки маленькой. Она даже не представляет, что там творилось как-то. На ушах стоялось в СБСБ. Это же тоже нельзя законосновышать, что-то. Психушки какие-то. И психушки. Ну, вот такие дела. Поэтому вот так, вот так все происходит. Ну, такая страна. К сожалению, такую вот проходивную систему создали. Ну, она-то раз... Ладно, бог с ним там. Можно закрыть глаза. Но вопрос сейчас не в Бессонове там, не в Белы там, не в Бессонове. Вопрос законности. Она будет законной стране или нет. Потому что любой, кто угодно может взяться, проснуться и оказаться в следственном изоляторе и так далее. Ну, я ладно, я сам там туда ругался, там шел на образу. Ну, вот такие дела. Такие дела. Ну, вот так такую создали систему управления. Ну, даже из таких... Спасибо, Ваш Бессонов, Алексей Борисович. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...